Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Перед строителями Фишта сняли шляпу. Стадион осмотрела Временная комиссия Совета Федерации Российского Футбольного Союза. Выезд Сергея Поля в сторону центра Сочи снова открыт. Теперь, чтобы сделать четыре полосы, на перевале уберут магазины. Дорогу молодым в Сочи открылся региональный форум для национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии. День, чтобы поддержать Сочи. Завершается голосование за города, которые будут изображены на новых купюрах. Дмитрий Медведев посетил экспозицию Краснодарского края на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Делегация края под руководством Вениамина Кондратьева принимает участие в российской агровыставке на ВДНХ. Все подробности у наших краснодарских коллег. Равнодошно пройти мимо этого стенда практически невозможно. Самая вкусная экспозиция у Краснодарского края. Овощи, фрукты, сыр, вина и, конечно же, хлеб. Агропромышленный потенциал Кубани занял больше сотни квадратных метров. Без лишней скромности каждый регион сегодня хвастается своими достижениями в сельском хозяйстве. В Краснодарском крае это прежде всего богатые урожаи. Рекордные цифры по сбору зерна. Знаменитый кубанский рис. 80% этого злака выращивают именно в нашем регионе. А на сахарные заводы планируют отправить более 10 миллионов тонн свеклы. Но все так же остро еще стоит вопрос с отечественной селекцией. О проблемах говорить на выставке хоть и не принято, но замалчивать их нельзя, считает Вениамин Кондратьев. На импортных семенах мы отечественные овощи ни в коем случае не взрастим. Поэтому нам нужны, конечно, наши отечественные семена. Для Кубани представлено подсолнечник, кукуруза и, конечно же, свекла. У нас сегодня работают все сахароперерабатывающие заводы. И очень важно понимать, чтобы они работали на нашей свекле. А на нашей, это значит, и семена должны быть тоже наши. А сегодня это приоритет. Приоритет для Кубани, я думаю, приоритет и для России. Чтобы кубанские поля засеивали только отечественными семенами, краевые власти решили пойти по пути государственно-частного партнерства. Такую идею глава региона озвучил председателю правительства. Стенд Краснодарского края Дмитрий Медведев посетил одним из первых. Селекция семян, она у нас автоматичная. Эту проблему вы знаете, вы лично контролируете. И мы хотим по принципу угасаться частного партнерства. В системе Федерального агентства научных глинидов есть госпиталь, которая находится у нас в крае. Раньше, но когда-то в советской области занималась. Сегодня, конечно, не занималась. Значит, партнеры о чем говорят? Что они готовы вложить 2 миллиарда рублей, плюс аренда к этой земле, которая находится у госпиталь, а взамен мы имеем. Семной фонд, который будет государственным. Я не возражаю. 99. На основании подготовьте. Разношение правительства. Кстати, инвесторов для различных проектов сельского хозяйства привлекают здесь же. Это еще одна цель золотой осени – создать площадку для диалога власти и бизнеса. Мы открыты для инвесторов. Мы продемонстрируем здесь, демонстрируем проект инвестиционный. Один из проектов – это строительство тепличного комплекса и логистических центров. Это единый комплекс, который позволит собрать рабочих мест более двух тысяч. Это для нас тоже важно. Обеспечить местами селян и создать для них все условия – это еще больше приоритет, считает Вениамин Кондратьев. Ведь все сегодняшние достижения в сельском хозяйстве – это прежде всего заслуга людей, которые работают на земле. Самое главное, наверное, сегодня у нас богатство на селе – это люди. Селяне, как их называют, они должны жить в нормальных условиях. В условиях не хуже городских. Об этом сегодня говорил и премьер-министр России Дмитрий Андреевич Медведев. И мы сегодня должны создать им условия комфортные до жизни. Это возможность сельским детям ходить в детские сады, школы, качественное медицинское обслуживание и занятие спорта. Вот все эти составляющие должны быть неотъемлемой частью сегодняшнего села. Тружеников земли и аграриев отметил Дмитрий Медведев. За вклад в развитие сельского хозяйства премьер-министр вручил медаль за заслуги перед отечеством второй степени ректора Кубанского аграрного университета. А доярка Надежда Бабкова из Белоглинского района получила звание заслуженного работника сельского хозяйства России. После церемонии награждения призналась, ни за что не променяет свой родной хутор на мегаполис. К каждому свое. Город свое, в селе свое. Привык и все. Не знаю, для меня лично в деревне. Город приехал, посмотрел, поехал. А жить в деревне. Краснодарскому стенду гости проявляют особый интерес. Опыт Кубани, например, в развитии рисоводства, готовы перенимать даже в республике Сьерра-Леоне. Рассказывать же о достижениях и искать партнеров на золотой осени. Регионы будут до 8 октября. Мария Крошный, Денис Перец, Кубань-24, Москва. Остался день, чтобы поддержать Сочи. На финишную прямую выходит голосование за города, которые будут изображены на новых купюрах. Губернатор Края в своем твиттере призвал всех активнее поддерживать столицу зимних Олимпийских игр. Вениамин Кондратьев заметил, что Сочи стал уступать в этой гонке. Держались на первом месте, а сейчас на пятом. Остался день, чтобы проголосовать за Сочи на новых деньгах. Поднажмем. Все вместе. Всей Кубанью. Проголосовать за символ на новых банкнотах можно на сайте твояроссия.рф. Но сейчас Сочи занимает пятое место. Такого поворота не ожидал никто. Сочи – единственный город в списке, кто дольше всех удерживал лидерство. Теперь же курорт находится на расстоянии 12 тысяч голосов от первого места. А до окончания акции осталось меньше суток. Поэтому поддержка горожан сейчас необходима как никогда. Мы сегодня благодарим всех, кто голосовал за город Сочи, кто отдавал свои голоса, кто продолжает за нас болеть, кто продолжает голосовать, потому что голосование еще идет. И мы будем биться до последнего момента, чтобы выиграть в этом конкурсе. У Сочи порядка 372,5 тысяч голосов поддержки. До второй позиции необходимо набрать около 9 тысяч. Дистанция значительная, но, судя по опыту некоторых субъектов, преодолеть ее за сутки вполне реально. Для этого просто необходимо уделить минуту времени и на сайте твояроссия.рф выбрать город Сочи. Голосовать можно как через соцсети, так и посредством СМС. В случае победы вся Россия увидит курорт на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей. До подведения итогов осталось меньше суток. Ну, будет ли изображен сочинский стадион Фишт на куперах или нет, покажет время, но вот матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году он точно примет. Сегодня состоялось выездное заседание Временной комиссии Совета Федерации Российского футбольного союза. Делегация во главе с председателем комиссии Вадимом Тюльпановым осмотрела стадион Фишт и дала оценку его готовности. Совпадает ли она с мнением Международной инспекции ФИФА, расскажет Татьяна Говоркова. Последний визит Международной инспекционной комиссии был в начале апреля этого года. Тогда эксперты дали положительную оценку готовности стадиона. Его реконструкция практически завершена. Футбольное поле уже готово. Сейчас продолжается возведение дополнительных зрительских трибун на 5000 мест. Завершить все строительные работы планируется к концу ноября. Так что к началу зимы Фишт станет полноценным 45-тысячником и будет соответствовать всем международным требованиям. А пока работы строителям хватает. Продолжается монтаж осветительных и звуковых систем. Производятся отделочные работы. Оборудуются входные группы. Работа кипит и вокруг Фишта. Ведется благоустройство территории. Досмотровая зона уже готова. Все это сегодня увидела курирующая строительство стадиона Временная комиссия Совета Федерации Российского футбольного союза. Мы были, допустим, в Казани, где стадион был построен к 13-му году к универсиаде. Он уже давно готов и принимает матчи. Мы были в Петербурге, где стадион еще тоже не готов. Вот, в первую очередь мы посещаем те стадионы, где будет проходить матч Кубка Федерации 17-го года. Потому что это вот уже буквально через несколько месяцев. Ну, здесь мы считаем, еще раз хочу подчеркнуть, Я даже бы отметил такое мужество и героизм подрядчиков. Потому что действительно переделать из Олимпийского стадиона такой, как мы сейчас видим, это просто очень сложно. И снимаем шляпу просто перед теми строителями, которые здесь работают, и подрядчиками. Отмечена была и подготовка трех тренировочных площадок. Одна находится напротив стадиона. Поле было засеяно несколько недель назад. Еще две площадки расположены в Адлерском районе на перекрестке улиц Ленина и Гоголя. После Чемпионата мира по футболу их планируется передать для нужд спортивных школ. Мы можем видеть, как этот стадион за период до его реконструкции, когда здесь не проводится ничего, все равно физически приходит в упадок. Поэтому хотелось бы, чтобы, например, сочинский футбольный клуб за этот период вышел в Премьер-лигу, и это для него была бы очень хорошая площадка. При подготовке к Мундиалю важны и другие, не менее важные составляющие – транспорт, гостиничный комплекс и зона гостеприимства. И в этих вопросах Сочи подготовлен. У нас и дорожная сеть, и вообще инженерная инфраструктура, они уже подготовлены. Соответственно, будет основная задача – это хорошо провести маркетинговую кампанию, украсить город. Это, соответственно, озеленение, это цветочное оформление. Ну и, безусловно, красивые баннеры будут по всему городу висеть. И мы определим сейчас зону международного гостеприимства, в соответствии с которой будет проведена эта работа. Комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки к чемпионату мира поочередно проводит выездные заседания во всех 11 городах, где пройдут матчи. Осматривают все 12 стадионов. Что касается фишта, то он примет встречи группового этапа 1-8 и четверть финала. Руководители некоммерческих спортивных клубов Сочи и других городов России могут получить образование бесплатно в Российском международном олимпийском университете. Об этом сегодня рассказал Владимир Синглеев, генеральный директор Олимпийского комитета России. В Сочи он открыл региональный форум для национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии. Региональный форум проводится ежегодно. В этом году он собрал 14 национальных комитетов и каждый раз на подобных встречах обсуждаются новинки в области олимпийского образования. В современном мире требования к компетенциям спортивных менеджеров существенно возросли. Они изменились по сравнению даже с предыдущим концом прошлого века. Появились новые вызовы. Мы хотим поделиться своими соображениями с нашими коллегами по этому поводу. Например, студенческий спорт. Поддержать тех, кто будет строить страну через 10-15 лет, это, по сути, инвестиция в будущее. Пьер Декубертен говорил, образование через спорт. Потому что спорт на сегодня, наверное, является одним из, если не единственным фактором, который может позволить нашим молодым людям, студентам научиться играть по правилам, научиться уважать соперника, научиться проигрывать, выигрывать, быть патриотами своей страны, но в данном случае своих университетов. Сейчас в рамках программы «Олимпийская страна», которая стартовала в 2015 году, есть возможность поддержать на местах инициативных людей в области спорта, тех, кто организует в своих дворах, или в школах, или даже в селе спортивные клубы и секции, но не коммерческие. Такие организаторы могут получить бесплатное образование в российском международном университете, а оплатят обучение Олимпийский комитет России. А еще поддержат спортивным инвентарем, методической литературой и олимпийской атрибутикой. А мы учим, как некоммерческие клубы, как создавать, как они должны работать, как они должны работать с родителями, как они должны работать с общественностью, как они должны работать в будущем со спонсорами, потому что некоммерческий клуб предполагает работу и со спонсорами, местными производителями, предприятиями и так далее. Вот в этом весь смысл работы. И мы обмениваем все информации в рамках этого форума, как это делается, допустим, в Казахстане, Киргизии и так далее. Потому что у каждого свой опыт, и мы стараемся этот опыт друг другу передавать. Сейчас в стране создается более 500 таких некоммерческих клубов и через 5 лет, возможно, даже в Сочи с их участием пройдет фестиваль под названием «Олимпийская страна». Глена Авсекцина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Шаги по дальнейшему сближению России и Белоруссии наметят в Сочи. Сегодня в городе открылась научно-практическая конференция по актуальным проблемам строительства и развития союзного государства. В конференции принимают участие более 100 специалистов и экспертов, в том числе депутаты парламентского собрания, члены постоянного комитета союзного государства, представители органов законодательной и исполнительной власти, государственного управления Республики Беларусь, а также российские и белорусские ученые. Основная цель конференции – выработка предложений по нормативно-правовому регулированию процессов взаимодействия России и Белоруссии в сфере обеспечения политической, военной, социальной и экономической безопасности союзного государства, а также последующего их практического использования. Я верю, что тот фундамент, который за эти годы при строительстве союзного государства был заложен, укреплен, на этом фундаменте можно строить новые взаимоотношения. И роль парламентского собрания в этом очень-очень большая. Конференция будет проходить в течение двух дней. Я добавлю, что форумы и другие мероприятия с участием двух стран проходят в Сочи регулярно. Так, например, год назад курорт принимал межрегиональный российско-белорусский форум, главными спикерами которого стали президенты двух стран. Выезд Сергея Поля в сторону центра Сочи снова открыт. Для этого там уже нанесли соответствующую разметку. Но во всем остальном новая схема движения останется неизменной. По крайней мере, до тех пор, пока не будут выработаны новые решения. К этой работе власти привлекут специалистов из Московского автодорожного института. Еще одно решение для улучшения дорожной ситуации в этом районе – расширение проезжей части за счет сноса придорожных строений. Сегодня именно эти объекты создают наибольшие проблемы для нормального движения транспорта на Мамайском перевале. Количество жителей Сергея Поля, нижней и верхней Шаумяновки разбитого котла в последние годы выросло в несколько раз, а дороги на это не были рассчитаны. Накануне на собрании в поселковой администрации это отметили и некоторые водители. За два года, что вот это была новая разметка, на Шаумяновке поворот налево, сужение двух полос в одну, создание бутылки искусственной, идет транспорт грузовой, идет с прицепами, тяжелый транспорт. Каждый метр он останавливается. Тормоза отказываются. Много кто ездит по этой трассе, знает, что сколько стоит за поворотом, сразу грузовиков, которые ломаются и стоят просто. Возможно откатывание назад и с давлением машин. Новая схема была принята коллегиально федеральными дорожниками администрации города ГИБДД, но теперь в нее пришлось внести изменения. Первый заместитель главы Сочи Мухдин Чермит отметил, комиссия по безопасности дорожного движения пошла навстречу жителям, насколько это возможно. Поворот в сторону центра из Сергея Поля открыт. В течение месяца на зебре в районе Мамайского перевала появится светофор. Он разграничит потоки машин Сергея Поля в сторону Сочи и обратно. Впрочем, окончательно проблему заторов на перевале это не решит. Для этого требуются более радикальные меры. Для оптимизации движения на данном участке дороги и увеличения пропускной способности, все-таки необходимо увеличение количества полос движения до четырех. Чтобы у нас две полосы движения были в Сочи и две полосы движения в Дагомыс. Это будет оптимальное решение. Мы должны добиться, чтобы там появилась четвертая полоса. Это одна мера. Следующая мера. Там нужно сносить ряд коммерческих объектов. Прежде всего. Они находятся в полосе отвода автомобильной дороги. В полосе отвода они находятся. Реально. Они построены там. В большинстве своем. Либо по решениям судов. Либо каким-то другим образом. Что сегодня реально препятствует разрешению дорожной ситуации в этом месте. Поэтому эти объекты должны быть снесены. Но это должно быть естественно в законном порядке и решением судов. Благодаря недавним изменениям в 222 статью гражданского кодекса даже узаконенные объекты могут быть демонтированы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Мы в настоящий момент начинаем новую процедуру проверки законности расположения данных объектов на этих земельных участках. Сделали запросы в Федеральное дорожное агентство для того, чтобы они нам дали подтверждение, что они препятствуют и мешают надлежащему дорожному движению. И по результатам этой проверки, безусловно, будем принимать все меры для того, чтобы дорожное движение в данной части было надлежаще организовано, как это положено по всем нормативам, по всем требованиям к безопасности дорожного движения. Это, конечно, займет не один месяц, пока нужно обкатать существующую схему. В среду состоится очередное заседание комиссии по безопасности движения с участием всех заинтересованных сторон. Галина Моисеева, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. В микрорайоне Бытха продолжается реконструкция дорог. Работа на нескольких улицах уже завершена. На последний участок, который планировали отремонтировать, уже направлена тяжелая техника. Все подробности в нашем следующем сюжете. С помощью этой виброплиты уплотняют то, до чего недостает каток. К примеру, асфальт вокруг ливневок. Качественной дороги на этом участке от курортного проспекта до выезда на улицу Возрождения местные жители не видели давно. Дорога не ремонтировалась много лет и была уже в аварийном состоянии. Поручение произвести реконструкцию дал глава города после очередного обхода. Все это делается в рамках того, чтобы поднять качество проживания в нашем микрорайоне. Ну и было хорошее отношение с жителем, чтобы видели, что действительно мы все стараемся, делаем для них. Это не в рамках полиализации какого-то отдельного вида. Это идет к плану и наша работа. Новый асфальт покрывает всю площадь дороги. Дустороннее движение сохранится и, возможно, появится зона для пешеходов. Напомню, ремонт улицы проводится в рамках программы благоустройства всего микрорайона Бытха. Полностью уже заменено дорожное полотно на улицах Лесная, Девноморская и Ворошиловская. Основные улицы Хосты и Кудепсты также будут обновлены. Всего в ближайший месяц и новое дорожное покрытие появится на 32 улицах курорта. На этой скрывой казны выделено 230 миллионов рублей. Еще на 46 улицах будет проведен ямочный ремонт за счет средств городского бюджета. В ночь с четверга на пятницу воды не будет в нескольких районах Сочи. Причина – ремонтно-восстановительные работы на водонасосной станции Пасечная. С 23.36 октября до 7 утра 7 октября без водоснабжения останутся санатории Белоруссии имени Дзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга-Россия, Русь, Салют, Солнечный, Сочи, пансионат Нева, отель Чеботарев, котельные номер 4, 8 и 5, школы 4, 10 и 12, детские сады номер 32, 34, 82, 105, 132, детский сад Умка, поликлиники «Детское и взрослое» и гипермаркет «Магнит». Также без воды останется жилой фонд в переулках Пасечной, Чехова, Строительной, Рахманинова, Донской, улиц Виноградная, Подгорная, Донская, Пасечная, Чехова, Восточная, Калужская, Санаторная, Инжирная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Цурюпы, Рахманинова, Бамбуковая, Плеханова, Госпитальная и Гранатная. Возможны перебои водоснабжений на улицах Тимирязева, Целинная, Высокогорная, Крымская, Волжская и Полтавская. И к другим новостям. Сочи готовится к новому этапу телекоммуникационного развития. Сегодня администрация города и Федеральное агентство связи подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество Сочи с Россвязью началось в период подготовки к Олимпиаде. Тогда Федеральное агентство связи, как орган исполнительной власти, реализовывало проект по обеспечению города телекоммуникационными услугами. В крае и непосредственно на территории всего Большого Сочи было построено 800 километров оптоволоконных линий, а еще почтовое отделение связи в Красной Поляне. Чтобы все виды связи, в том числе электрическая, в Сочи были развиты на самом современном уровне, стороны и подписали рамочное соглашение. Нам надо устанавливать устойчивость в мобильную связь и по сельским населенным пунктам, нам надо совершенствовать развитие оптоволоконной сети, нам надо в этот процесс задействовать все больше жилых кварталов и обеспечивать надежную, бесперебойную передачу сигналов, в том числе и видеосигналы, в том числе по сети интернет. Поэтому очень рады тому, что у нас именно у города такой партнер, как Федеральное агентство связи. Подписанное соглашение – это стабильность длительных взаимоотношений, уверенно руководство города. Но ближайшая перспектива – это совместная работа Россвязи и муниципалитета в подготовке к Мундиалю. Опыт накоплен очень большой и мы договорились с руководством города, что в рамках подготовки и спортивной инфраструктуры, и телекоммуникационной инфраструктуры мы подпишем вот такой рамочный документ и будем развивать наше сотрудничество как города, принимающего два крупных спортивных мероприятия праздника и с нашей стороны как Федеральный орган исполнительной власти, оказывающий государственные услуги в сфере телекоммуникационных услуг для этих мероприятий. В Сочи в новом выставочном центре на Несебрске продолжается работа 10-й специализированной выставки продажи «Фэшн-салон». Эксклюзивные модели курток и жилеток здесь представляют уже известные многим сочинкам компания «Лис». Отличительная черта – это верхние одежды узнаваемый принт. Павлопосадский платок, лен, расписанный вручную, кожа. Отделка курток и жилеток от фирмы «Лис» – самая разнообразная, но эксклюзивная. Изделия с отделкой из меха лисы, бобра, норки, соболя создаются в Тамбове вот уже 15 лет. Каждая коллекция отличается оригинальным исполнением. Над новыми изюминками работают и дизайнеры, и художники. На очередной выставке в Сочи «Лис» представляет широкий ассортимент изделий с художественной росписью. Это очаровательные картинки с животными и цветами. Женщина всегда хотела бы, чтобы она была неповторимой. И здесь вы найдете такой товар. Этого товара почти нет в мире нигде. Это мы сами придумали, мы шьем здесь для вас. В том числе вот эта отделочка из меха, она тоже там подчеркивает свою неповторимость. Внутри утеплены они. Утеплены тенцулей. Там тенцулей – теплее синдепон во много раз. Так что вы сами убедитесь в теплоте наших изделий. Также фирма «Лис» позаботилась и об «Автоледи». Специализированная выставка продажа «Фэшн-салон» открыта до 10 октября в выставочном центре на Несебрской 1Б. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. Студией была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...